Азербайджанская черешня Азербайджанская черешня везде одинаковая. Итак, ягоды должны быть блестящими и без повреждений. Обязательно с яркой зеленой веточкой. Если плодоножка высохла, значит черешня не слишком свежая. Есть еще несколько секретов. Мы же все понимаем, что так или иначе обрабатываются ягодки. Если вы берете ягодку, но у нее возле ножки такой белый налет, значит она была удобрена не вовремя, слишком близко к сбору. И он еще сохранился. И даже если вы купили такую черешку, не экономьте деньги, выбрасывайте. Кстати, самые сладкие ягоды крупного размера и темно-вишневого цвета, а розовые и красно-желтые за рта водянистые и с легкой горчинкой. При покупке черешню нужно нюхать. Ягоды с винным запахом лучше не покупать. Клубнику, кстати, тоже выбирают по запаху. У тепличных плодов его просто нет. Этими секретами делится профессор-агроном. Клубнику, которую вырастили искусственным путем, очень легко отличить. Во-первых, это специальные сорта земляники, которые предъявляются особые требования, чтобы она была транспортабельная, а это значит, чтобы в ней было много сухого вещества. Значит, она твердая. Если мы берем вот эту клубнику и землянику и нажимаем на нее, она мягкая, можем легко ее, например, разломать на две части, посмотреть ее мякоть, посмотрите, зернистая, то у той земляники мы этого не обнаружим. Впрочем, спелую ягоду с огорода тоже нужно отличить. У незрелой земляники семена находятся выпукло на поверхности ягоды. А у спелой земляники, посмотрите, они уже утонули в мякоть. И еще вот способ, как не попасться на кислинку. Нужно посмотреть на расстояние между ягодой и черенком. Если он прилегает неплотно, то клубника, скорее всего, будет сладкой. Продолжение следует...